Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Чем отличается неотложка от скорой помощи и что необходимо знать пациенту, когда он по-срочному вызывает врача? На эти и многие другие вопросы ответит гостья сегодняшней программы заведующая Люберецкой подстанции скорой и медицинской помощи Тамара Кобелькова. Тамара Николаевна, здравствуйте! Большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Здравствуйте! Тамара Николаевна, давайте начнем с того, что не так давно произошло у нас в округе относительно скорой помощи. В Октябрьском как раз открыли подстанцию скорой помощи. Но известно, что там уже возникли какие-то технические неполадки. Действительно, при открытии новой подстанции в поселке Октябрьское, которую мы очень долго ждали, и подстанция начала функционировать, мы проработали более недели, возникли технические неполадки. Связано это с тем, что отопление подстанции осуществляется за счет газа, и при пуске газового оборудования произошли технические проблемы. Мы находимся в стадии решения этого вопроса, оперативно решаем этот вопрос. И хочу сказать, что в ближайшее время подстанция будет вновь работать. При пуске этой подстанции, когда мы в тестовом режиме, так сказать, наши бригады уже там заработали, мы увидели, насколько эффективна и насколько нужна нам эта подстанция. Связано это с тем, что поселок Октябрьский находится в динамично развивающемся районе. Очень много новостроек. И не только в поселке Октябрьском, но и в ближайших районах. Например, строится большой ЖК «Тамильный самолет», рассчитанный на 24 тысячи жителей. Он находится в двух километрах, поэтому перспектива работы этой подстанции будет еще заключаться в обслуживании вызовов именно в этот ЖК. Плюс очень важное со стратегической точки зрения расположение на трассе федеральной М5 «Урал». Там происходит достаточно часто дорожно-транспортное происшествие. И расположение бригад именно на этой трассе позволяет нам сократить доезд на эти вызовы. Дорожно-транспортное происшествие. Ну и, конечно же, немаловажную роль играет сокращение времени доезда на экстренно-неотложные вызовы к самим жителям поселка Октябрьский. Вы сказали, что число жителей будет еще увеличиваться. И нагрузка на эту подстанцию, конечно, будет тоже увеличиваться. Да, конечно. То есть будут дополнительные какие-то набираться кадры, бригады формироваться. Да, мы же думаем об этом. То есть мощности будут тоже расти. Будут увеличиваться. Пока на данный момент на подстанции запланировано в круглосуточном режиме нахождение двух, иногда трех бригад в зависимости от нагрузки. Но в перспективе, причем в ближайшей перспективе, в течение нескольких лет количество бригад будет увеличено. А что является основанием, чтобы работало три бригады круглосуточно? Вы говорите, в зависимости от нагрузки. Нагрузка к скорой помощи имеет сезонный характер. Мы видим, анализируя наши цифры в течение многих лет, что в летнее время нагрузка у нас уменьшается. Или она уменьшается по отдельным территориям. Например, по сельским увеличивается в летнее время, где много СНТ, дач. А в городском микрорайоне она уменьшается. Расснижается. Да. Поэтому мы всегда составляем дежурный наряд и распределяем наши бригады таким образом, чтобы вовремя обеспечить современный ТАИС бригаду. А, например, в новогоднюю ночь сколько может работать? Максимальная работа всех бригад, всех сотрудников. У нас никогда не бывает отпусков на Новый год. Выходят все. И работаем по максимуму. То есть укомплектовываем смены всем имеющимся у нас кадром резервом. Скажите, а помимо октябрьской подстанции, какие еще подстанции входят в ваше ведомство? У нас самая крупная подстанция Московской области. Территориально мы обслуживаем городской округ Люберцы, городской округ Лыткарина, Дзержинка и Котельники. Поэтому у нас большое количество отдаленных постов, но они все в оперативном отношении подчиняются Люберецкой подстанции, где находится центр управления бригадами, как мы называем центр мониторинга второго уровня. Там находится оперативный отдел, где старший диспетчер равномерно распределяет вызовы между всеми бригадами и при необходимости привлекает бригады для обслуживания за пределами городских округов. Например, в поселок Октябрьский, о котором мы сейчас начали говорить, достаточно часто выезжают бригады не только Малаховской подстанции или из города Люберцы, но и из Лыткарина. А вот вы сказали про равномерное распределение вызовов на каждую бригаду. Сколько вообще, какая нагрузка на одну бригаду приходится в течение смены рабочей? Нагрузка на бригаду складывается из двух факторов. Обращаемость населения и количество бригад. В основном у нас имеется закономерность, это сезонное изменение нагрузки. Летнее время, городской округ Люберцы, мы отмечаем уменьшение количества обращений, но связано с тем, что детишки уезжают к бабушкам, дедушкам, отпускают и так далее. И поэтому у нас летом количество вызовов примерно на 30-40% меньше, чем зимой. И, соответственно, нагрузка на бригаду, она чуть меньше. Это на общепрофильную бригаду где-то 11-12 вызовов в сутки. В зимнее время или в осенне нагрузка увеличивается. И в данный момент сейчас у нас осень. 14-15 вызовов на бригаду в сутки. А в зимнее время, когда у нас много очень обращений по поводу простудных заболеваний, доходит и до 20, и даже иногда более вызовов на бригаду. Вызов на бригаду – это доезд на вызов. То есть само время в пути? Да. Плюс обслуживание, плюс время госпитализации примерно в 30% случаев. Поэтому наши бригады, даже если у них средняя нагрузка 12 вызов, они практически не бывают на базе, потому что очень много времени занимает доезд на вызов, госпитализация и так далее. То есть это очень большая интенсивная работа, чтобы обслужить даже те же самые 12 вызовов, которые считаются средними. Но они герои. Они действительно герои. Они без заезда. Они большей частью работают без заезда. Вызовы получают с колёс, как мы говорим, или по рации. То есть на базе, на месте базирования бригад, там, где находятся подстанции, они бывают нечасто. Они заезжают, конечно, по технической необходимости, потому что заправка медикаментами необходима. Значит, по поводу того, сколько она должна ехать. Норматив доезда определяется в соответствии с различными приказами, а также с программой госгарантии. Доезд, про 20 минут доезда слышали очень многие, но он относится только к вызовам в экстренной форме. Что такое вызов в экстренной форме? Это когда имеется непосредственная угроза жизни пациента. Приведу пример. Например, это ДТП, судороги у ребёнка, потери сознания, аритмия, острый приступ удушья и так далее. Структура приёма вызова на скорую помощь сейчас такова, что часть вызова поступает через операторов службы 112. Но они выполняют очень важную работу, они заполняют техническую часть электронной карты вызова. Но в любом случае вызов в дальнейшем передаётся в оперативный отдел для обработки уже диспетчерами скорой помощи. Все диспетчера скорой помощи имеют медицинское образование. Более того, мы стараемся в оперативном отделе, чтобы работали те сотрудники, которые даже имеют большой опыт выездной работы. От них, от их правильного решения, от их правильной категорийности степени срочности вызова... И правильных вопросов, наверное, которые вы задаёте. Во время приёма вызова всё верно, зависит дальнейшая судьба этого вызова. Значит, если он отнесён после дополнительных вопросов, вопросов по медицинской части, как мы их называем, категории экстренного вызова, тогда доезд на него 20 минут должен быть от момента поступления вызова в диспетчерскую, а не от момента передачи вызова в бригаде. Если же он относится к категории неотложных, а у нас 2,3 вызова по статистике именно неотложные, неотложные – это когда имеется обострение какого-либо заболевания, которое требует оказания помощи, но нет прямой угрозы жизни. Ну, например, повод – это высокая температура, давление высокое, без каких-либо других жалоб, какие-то другие ситуации, их не будет перечислять, их много заболеваний. Ну, определяет диспетчер, что вызов относится к категории неотложных. Поэтому… Здесь скорая будет уже, ну, бригада помощи, скорой помощи будет ехать уже больше, чем 20 минут. Она должна будет выехать на этот вызов при отсутствии вызова в экстренной форме. Должна будет выехать незамедлительно. Если у нас нет вызовов в экстренной форме, бригады выезжают сразу. Ну, достаточно часто бывают ситуации, когда в вечернее время, наше пиковое время, как мы его называем, поступает самое большое количество вызовов. И когда одновременно поступают много-много вызовов, и из них части экстренные, бригады, в первую очередь, их обслуживают. И вызовы с неотложными поводами на режим ожидания. Ну, и даже для неотложных вызовов по скорой помощи существует норматив. И норматив, он составляет 2 часа или 120 минут. Потому что мы всё равно не видим больного. И мы не знаем, мы можем только предполагать, что там состояние не экстренное. Но даже неотложное состояние, оно может перерасти в экстренное. И в любом случае надо стараться до 2 часов доехать на этот вызов. И мы это стараемся делать. Что касается наших показателей, это я вам уже сказала, то, что у нас прописано в законе. Наших показателей по городскому округу Люберцы. Летом у нас всё было хорошо, потому что нагрузка была меньше. И у нас доезд по нормативу был практически в 98-99% случаев. Сейчас осенью, и сейчас ближе к зиме, увеличилась обращаемость, увеличилось количество вызовов, и мы не всегда, к сожалению, успеваем. И самое вот такое у нас тяжёлое время – это вечернее. Физиологически происходит увеличение обращаемости. Связано это с тем, что температура повышается к вечеру, давление повышается к вечеру. Работающее население приехало из Москвы и вызывает скорую помощь. Неотложка перестала в поликлиниках работать. Вечером они уже не принимают вызовы. Часы работы в поликлинике заканчиваются. И все эти вызовы идут на скорую помощь. Они ложатся на вас. Да, и у нас просто физически мы не успеваем приехать вовремя из-за большого количества этих вызовов, потому что они поступают сразу, и их много. Но мы стараемся. В любом случае мы прилагаем все усилия для того, чтобы соблюсти все нормативы и приехать вовремя. А скажите, все-таки кто выстраивает приоритетность этих вызовов? Во-первых, это определено в приказе. 33 Н, приказ Мездрава России, где основные поводы, которые относятся к экстренным, обозначены. Ну, плюс еще у нас есть свои внутренние должностные обязанности, инструкции и приказы, которые расширяют поводы к вызову, относящиеся к экстренной, неотложной. И еще третий момент немаловажный, я про него уже говорила, и еще раз напомню, что у нас в оперативном отделе работают не просто диспетчера, а диспетчера, имеющие медицинское образование и, как правило, большой стаж в уездной работы. Поэтому, задавая уточняющие вопросы, часто на этапе диспетчерского уже ставится диагноз, и далее уже определяется приоритетность того или иного вызова. То есть именно они берут на себя эту ответственность? На них лежит ответственность. Плюс еще программа, с которой мы работаем в диспетчерской, автоматизированная программа диспетчерской 103, в которой заводится повод, и в автоматическом режиме идет классификация на экстренный или неотложенный. То есть подсказок много. Подсказок много, и здесь ошибок быть? Нет, как правило, нет. За исключением той ситуации, когда при оформлении вызова по каким-то причинам неверно сформулировали повод. Вот как. Да. Ну, об этом мы еще подробнее поговорим после рекламы. Друзья, оставайтесь с ЛРТ, а пока прервемся на небольшую паузу. Продолжаем открытый диалог и продолжаем беседовать с заведующей Люберецкой подстанцией скорой медицинской помощи Тамарой Кобельковой. Тамара Николаевна, вот в продолжении нашего разговора, а вообще как правильно вызывать скорую помощь, по какому номеру телефона, какую информацию нужно предоставить оператору, чтобы он максимально правильно, безошибочно выставил вот эту приоритетность, чтобы понимать, где действительно скорая, где неотложка. Расскажите, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Я думаю, что он очень важен для всех, кто нас слушает. Во-первых, начнем с телефонов. Если нужен вызов врача из поликлиники, потому что очень часто у нас поступают звонки именно с просьбой вызову врача из поликлиники, значит, есть телефон колл-центра в Московской области, так называемый губернаторский колл-центр, по которому идут вызовы врача на дом. К службе скорой помощи эти звонки не имеют отношения. Если нужна именно скорая помощь, нужно набирать с любого номера 112, либо 103. 112 операторы принимают все звонки, и далее они уже поступают на службу скорой помощи по нашей внутренней связи, и соединение происходит с диспетчером скорой помощи. Далее диспетчер задает уточняющие вопросы, которые касаются состояния больного. На эти вопросы нужно максимально правдиво ответить, для того, чтобы, во-первых, была правильно определена степень тяжести пациента, ну и произошла классификация этого вызова на экстренный или неотложный. Иногда на этапе приема вызова требуется уточнить местоположение больного. Вот по примеру нашего городского округа Люберца у нас бывают одинаковые названия улиц. Поэтому прошу всех, кто не очень хорошо ориентируется в окрестностях, так сказать, может быть, задать уточняющие вопросы проживающим в доме, или выйти на улицу спросить. У людей, которые местные жители. Ну вот по примеру нашего городского округа Люберца улица Гоголя есть и в Томилино, и в самом городе Люберце. Улица Толстого есть и в Томилино, и в городе Люберце. Улица Кирова есть и в городе Люберце, и в поселке Малаховка. И все это в пределах одного городского округа. Теряются минуты, секунды, иногда и больше времени уходит, если неправильно названа улица, к больному бригаду вовремя не приедет. Далее, после того, как вызов записан, сейчас поступает СМС-уведомление пациенту или его родственнику, в зависимости от того, какой номер был указан при вызове, о том, что вызов зарегистрирован, и к какой категории он относится, экстренной или неотложной. Если неотложной, идет оповещение о том, что доест в течение двух часов норматив доезда. Это снимает очень многие вопросы, потому что раньше, когда не было этого СМС-оповещения, а вызов именно к этой категории относился, многие перезванивали, беспокоились, где бригада. Сейчас, в общем-то, люди уже на этапе оформления вызова получают предварительную информацию о времени ориентировочного прибытия бригады. Следующий этап, когда вызов назначается на бригаду, идет, опять же, СМС-оповещение вызывающему о том, что вызов назначен на бригаду. У нас все машины оснащены спутниковой и навигационной системой ГЛОНАСС, и уже по расположению бригады рассчитывается ориентировочное время прибытия. Уже вызывающий знает приблизительное время, через какое время приедет бригада. Если это темное время суток, если это частный сектор, если это какой-то СНТ, где плохо обозначены номера домов, проездов улиц и так далее, обязательно нужно выйти и встретить бригаду, потому что действительно иногда мы не можем найти адрес. Необходимо подготовить документы. Это страховой полис, паспорт, если взрослый пациент, либо свидетельство о рождении, если это ребенок. Мы работаем с 2013 года в системе ОМС, и каждый вызов заносится в систему ТАСУ. Для этого нам нужны эти данные. И чтобы не терять время уже по прибытию бригады, лучше, чтобы эти документы лежали для того, чтобы мы их внесли в карту вызова. Если у пациента на руках имеются выписки медицинские с результатами обследования, с диагнозами и стационаром, их тоже нужно приготовить. Если есть предыдущие кардиограммы, нужно приготовить последнюю кардиограмму. Либо несколько кардиограмм, если есть какое-то нарушение ритма. То есть разные кардиограммы. И последний чисто технический вопрос, когда прибывает бригада, она должна где-то сесть, медработник или два медработника, то есть чистые стульчики, где-то разместить медицинскую укладку. Обычно это стол, но стол желательно застелить, чтобы не поцарапали мы своей медицинской укладкой стол. И плюс еще, конечно, медработники моют руки перед осмотром и оказанием помощи. То есть в ванной должно быть чистое полотенце, мыло. Допустим, человек просто приехал в гости из Красногорска, в Люберце. А паспорта при себе у него нет. Даже копии нет. Ну, такое тоже бывает. Не говоря уже о том, что не может быть с собой и медицинского полиса. В этой ситуации каким образом? Независимо от присутствия или отсутствия у них на момент приезда бригады скорой помощи и документов, мы все равно оказываем помощь. Просто, если есть такая возможность, то чуть позже позвонить на подстанцию скорой помощи и сообщить номер полиса, паспорта или свидетельство о рождении ребенка. При каких бы то ни было обстоятельствах врач не имеет права отказать тебе в оказании помощи. Да, все верно. Но здесь я все-таки хотела бы немножко прокомментировать и это. У нас бывают ситуации, когда врач осмотрел, опросил, при необходимости провел дополнительные методы инструментального обследования, снял ЭКГ, провел глюкометрию и определился, что данному пациенту помощь не требуется. Но это происходит только после опроса и осмотра больного. И еще бывают ситуации, когда имеется непосредственная угроза жизни ответственного по бригаде, если он будет исполнять свой долг и обслуживать вызов. Речь идет о чрезвычайных ситуациях, например, пожар. Мы видим, что там есть пострадавший, но бригады не будут заходить в горящий подъезд до прибытия спецслужб, потому что они сами получат отравление. Конечно, они сами находятся в опасности. То есть мы, как говорят в медицинской катастрофе, работаем на границе очага. Но при этом мы всегда дежурим до последнего пациента или потенциального пациента, которого извлекают из очага. То есть мы никогда не покидаем место, там, где могут потенциально находиться люди, пострадавшие. Если иностранному гражданину стало плохо, у него здесь нет никакой регистрации, вот там он приехал на неделю, допустим, и ему она не нужна, по сути своей, у него есть билет при этом. Вот здесь каким образом? И госпитализация, возможно, даже нужна. Есть закон об оказании помощи иностранным гражданам. Там прописано, что экстренная помощь оказывается в любом случае, и это распространяется, в том числе, на до госпитальный этап. Независимо ни от чего, мы помощь оказываем, если пациент в ней нуждается. Есть ли у врача скорой помощи отрезок времени, который он может посвятить определенному вызову? Да, у нас есть приказы, которые регламентируют эту часть работы, потому что наша служба экстренная, и нам очень важно быстро работать, чтобы обслужить как можно больше, своевременно обслужить вызовов. Поэтому большинство вызовов, которые мы обслуживаем, бригада укладывается в 30 минут. Но если конкретно пациенту требуется медицинская помощь в расширенном объеме, это, как правило, тяжелое состояние, заболевание, тогда бригада находится на вызове столько, сколько необходимо. А вообще часто жители жалуются на врачей скорой помощи? Получаете жалобы? Жалобы получаем, не буду лукавить, но с моей точки зрения их все-таки не так много. Я хочу это констатировать как положительный момент в нашей работе. Мы каждый случай анализируем, проводим служебный разбор по каждому случаю. И по Люберецкой подстанции, поскольку я уже давно занимаюсь этим вопросом, хочу сказать, что 90% жалоб это на несвоевременной, с точки зрения пациента или у родственников доезд. То есть мы, когда разбираем жалобы, мы действительно определяем, она обоснована или нет. Бывает, что не доехали вовремя, с точки зрения пациента, на повод высокой температуры. Доезд 30 минут. Хотя есть норматив, что доезд оставляет 2 часа. У нас последние годы, помимо СМС-информирования, которые уже дают представление о категории вызова или времени доезда, еще и диспетчера дополнительно сообщают ориентировочное время доезда, чтобы пациенты или их родственники готовились к приезду бригады, понимали, что это иногда происходит не через 5 минут, если вызов относится к категории неотложных. Все остальные жалобы можно классифицировать как единичные. Вы сказали о том, что поступают в благодарности. Наверняка вам есть чем гордиться. Есть чем гордиться. Расскажите, пожалуйста, о ваших достижениях. У нас Люберецкая подстанция скорой помощи имеет славную, добрую традицию. В чем-то мы даже передовые, если брать какие-то современные достижения и возможности применения современных технологий в условиях скорой помощи. Например, мы первые в Московской области автоматизировали диспетчерскую. Это было в далеком 2004 году. У нас была установлена программа АДИС. У нас достаточно давно применяются современные методы лечения, как тромбоэлитическая терапия. Это метод лечения больных с острым коронарным синдромом. Для многих этот термин может быть не очень знаком. Поэтому я скажу другой термин, который все знают. Это инфаркт миокарда, когда проводится введение препарата и растворяется тромб, который является причиной развития инфаркта. И проводится это на догоспитальном этапе. Первые случаи применения тромбоэлитической терапии у нас были много-много лет назад. До тех времен, когда этот препарат и эта методика была внедрена на уровне стандартов и оснащены все, без исключения бригады, мы начали проводить тромбоэлитис еще около 10 лет назад. Одним из первых тоже в Московской области. У нас замечательные сотрудники, большие профессионалы своего дела. И если брать наше достижение, то, например, в 2016 году лучший врач Московской области в категории скорой помощи это наш врач Антипов Александр Геннадьевич. В 2017 году лучший фельдшер Московской области в категории скорой помощи Есенская Алисия Юрьевна. И вот в этом году, в 2019, опять победу в областном конкурсе в номинации лучший фельдшер одержал наш сотрудник Калиберетской подстанции Швустов Дмитрий Юрьевич. Наш коллектив, я считаю, очень дружным. И мы стараемся использовать все возможности для того, чтобы наши сотрудники полноценно общались не только в рамках рабочего времени, рабочей смены, но и участвовали в каких-то других общественных мероприятиях за пределами работы. И такая активность вне рабочая, да, она, наверное, как-то способствует восстановлению вообще сил. Да, всё верно. И человеческих таких, и профессиональных. Всё верно. Так что работа на скорой помощи она очень-очень непростая. Она непростая физически, потому что сотрудник скорой помощи идёт на вызов не с пустыми руками. Конечно. Медицинская укладка, кардиограф, иногда дофибриллятор, кислородная дыхательная аппаратура. Это большие физические нагрузки. Плюс пациенты часто требуют того, чтобы их до машины несли на носилках. Это при госпитализации. И врачи в этом тоже участвуют? И врачи, и водители. Поэтому идут физические перегрузки, очень серьёзные эмоциональные перегрузки, потому что очень высокая степень ответственности. Ответственности за принятые решения, за принятые действия, насколько они правильные, потому что за этим стоит жизнь. Жизнь человека. Спасибо большое. Друзья, у нас в гостях сегодня была заведующая Люберецкой подстанции скорой медицинской помощи Тамара Кобелькова. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин